Теперь смотрите, вот это Елена Александровна, ей сейчас будет сделано предложение. Почему? У нас небольшой коллектив, вот так, значит, как она выделилась из этого, и почему за ней будущее, я надеюсь, потому что, ну, как набраться наглости и сказать, я поеду, хочу к Железову, это, на производственную практику, производственную практику, как вы рассказывали в соседних этих научных клиентов, вот тебе тяпка с обеда, и да, так было, представляете, чему научиться. А мы с ней взяли шире, посмотрите, мы были у Чернобаева, а там уникальные сорта, уникальнейшие, потому что мне же как говорили, Константинович, ну, ты молодец, конечно, ну, у тебя микроклимат, у тебя то, ну, разные причины, и всё. Приехал ко мне Чернобаев, вот картину мне подарил, Черняков нарезал, то есть вся копия моего сна. А где-то ещё, это, то есть, ну, как бы сказать-то, вегетативных обязательно непредсказуемых, где-то у него получилась смерть, а где-то набрался наглости и на абрикос привил эту сливу, ну, никакую. Ведь я же мучился-мучился с этими, с Ренклодами сливами. Полный крах, а он взял, привил венгерку, а у меня на венгерку сил не хватило. А он привил и получил, ну, это надо показывать. Это чудо из чудес. Понимаете, надо было знакомить Ирина Александровна с ним. Почему, сейчас объясню дальше. Раз. Потом, значит, у Бондарова не были? Нет. Будем. Но я ещё хотела сегодня вас познакомить с одним человеком, который тоже венгерку на абрикос прививает и всё прекрасно идёт. Где он живёт? В Красном Кутере. Так, ну, вот, пожалуйста. Кажется, ход уже тесен для нас, да? Ладно, здорово, я доволен. Вот. Теперь что получается? Смотрите внимательно. Ну, значит, поехали мы в Черёмышки, а она в Черёмышках, когда-то судьба привела, надо было снять квартиру. И вот, пожалуйста, вы уже знаете то, чего я не знаю. Роскошная груша. Что там было ещё? Абрикос, по-моему. Абрикос. Абрикос, роскошный королевский. Может, даже мои. Может быть. Потому что черёмышкинцы ко мне толпой ездили. Ну, тогда, когда рассвет был самый интересный. Дальше. Где мы сейчас находимся? Мы находимся у Владимира, Валерия Владимировича, значит, которого мы зовём пианист. Он музыкант по профессии. Кто? Пианист. Ну, вот теперь он до нас пианист. Почему это надо? Да потому что Елена Александровна до раза меня моложе. Поняли, да? Вот. И вот она возле жёлтой черепси. А вы знаете, что на Всесибири их не больше там трёх-четырёх деревьев? На Всесибирь. Кто об этом знает? Теперь Елена Александровна. А эта груша Зимняя сказка или Зимняя, как она? Зимняя сказка. Зимняя сказка, да? Сладчайшая. Дальше пошли. И вот, наконец, моё величайшее открытие последних лет. Знаете, почему? Да, тут растут мои академики огромные плоды. Тут растут мои королевские огромные плоды. Но здесь дерево, которое принадлежит саженец Филиппеву, Володе, Владимиру Викторовичу. Это уникальный садовод, я его называю. Один из основателей Сайногорского феномена. Я уже всех прибыл. Я ездил к нему на его дачу. Я снял фильм. Он есть среди моих сотен фильмов. Вот. Когда я его спросил, а где ты взял это чудо? Он говорит, оно само выросло. Он не знает. Это не то, что мы копаемся, где-то в предковище, гены какие-никакие. Он не знает. Но он обладатель этого чуда. Сейчас я вам покажу его. Вначале смотрите. Почему это чудо? Он на две недели позже плодоносит. На две недели. Вот то, что мы видели, это ещё вот этот урожайчик. Да где он тут? Вот это, да? Вот мы снимали, да? Уже давно абрикосов нет. То, что и было, оно давно осыпалось всё. И изгнило. А вот это вот. И сейчас ещё это на дереве висит. Смотрите, какое чудо. Самый... Ну, кому что? Для меня мякоть твёрдая. На зубах хрустит. Вот. Копия. Амура в пять раз больше. Или в четыре раза больше. Вот такое чудо я обнаружил. Самое главное. Цветёт на две недели позже. Это сколько заморозков можете давать? Вот, пожалуйста, урожай. Смотрим сюда. Смотрим сюда. Вот они вы. С ним так. И вот это... При вас я у него вытащил кошелёк. Это купил. Значит, докупаю вот это вот. От вас секретов нет. Вот. И ни от кого. Вот это докупаю. Завтра или послезавтра. Вот. Так. И сейчас поймёте, к чему я говорю. Но ещё по порядку тогда. Смотрите. Мы с вами ещё один. Ну, в чистый случай. Константинович там что-то падает. Ветки от урожая ломаются. Меня пригласила жительница Красного Хутора. А я пригласил вас. Правильно? Вот. Что мы увидели? Мы увидели грушу венгерку. Очень сладко. Вы у неё так купили, нет? Завтра, наверное. Нет, у меня бесплатно. Не поняла вопрос. Да на какой чёрт вам покупать, когда я завтра нагружу груши? У меня их девать некуда. А вот это вот. Она у меня купила примерно 20 лет назад. Ой, купила. Какой купила-то? Привела черенок ваш. Вот. Да? Нет. Потом, то, что моложе, это она привела. А это моё. Это 20-летнее. Это моё моими руками. Вот. У неё потом груша заболела. Я схватился за голову. С виду этот самый бактериальный ожог. Вот. И вот прошло 20 лет. Я говорю, как мы? Погибла. Она говорит, нет, живая. Вот, пожалуйста. Представляете? А я запомнил. Первый случай, когда я бактериальный. Несло бактериальный приводит в ужас всегда. Ожог, ожог. А бактериальный, это значит, что он к солнечному ожогу ничего не имеет. Это, я разъясняю. Бактериальный ожог с виду, как будто и ожог. Ну, допустим, по... Поэльной лампой, да. А на самом деле, это страшная болезнь. Вот. И как я миновала, я тогда... А я руками развёл. Вот. Я говорю, ну... Таня, наверное, выпиливать дерево принесу. Ну, пока не... Ну, типа, подождём. Через 20 лет подождал. Вот она. Вы знаете, сколько там, если груши сложить? Там, видишь, 20-30. А сладкая? Раз вы бы не стали покупать. Смотрим дальше. Вот она. Ну, как? Вот хозяйка на Тане плане. Вот. Ну, это что? Это же Сибирь. Вот. Но долгий разговор, значит, было в то время, один из моих проколов, хорошо, но на меня не обижается, выключился в том, что мы доставали черенки в Суботинском или в Минусинском этих, водопитомниках. И они нам продавали, эти северянки, и продавали нам лукашевки. И то, и то непривитое. Представляете? А я, не дожидаясь. Плодоношения. Плодоношения. Давай это уже на свой... Стащить к себе. И она взяла это... Я не помню, она напомнила. Она взяла, и я тоже хочу. Ну, я взял личные саженцы, подсунул. Смотри, что выросло. Вот. Вот, пожалуйста. И это был тот уровень. Но главное, я когда приехал в Суботинск, 84-й год. Весной 85-го, вернее, осенью 85-го, я хватился за голову. На рынке выставка. Апорты 500-граммовые. 85-й год. Ну, абрикосы поскромнее были. Ну, 20, 30, 40 грамм. Даже 50. А, у этого, были уникумы, типа это, Левицкого. У него было и 60-граммовые. Представляете? Байзин, он же это. Вот такой. Вот. А грушами отставание было капитальнейшее. А сейчас, а кстати, на подвое прекрасно пошло бы. Прекрасно. Почему? Потому что я ее привил на уссурийку. На уссурийскую грушу. И теперь она морозостойкость повысила. И культурность у нее, скульптурная, в общем. Ну, запоминай, короче. Пора. Пора этому досье. С адресами. Ну, вот эту фотографию. Мне прислал, правда, Троценко Павел. А он ее нашел. Где-то там, в этом, в Яндексе. И написал мне, что это ваши абрикосы у садовода по фамилии Козел. Я вот думаю, он смотрит и смотрит. Или кто-то передаст. У него уникальный сад. Вот. Частично из моих этих сортов. Вот. Может, отзовется. Когда с ним связался Павел, то сказал мне некогда. Но не отрицает, что. Скорее всего, вот это мое. Вот. А я почему так говорю? И вот, наконец, я вынужден. Он, надеюсь, моложе меня. Не знаю, сколько ему лет. Потом. Ваше досье. Это есть один из основателей садоводского садоводства. Это Филиппев Владимир Викторович. У меня есть его адрес. У меня есть его все данные. Вот. Уже все на исходе. Разворовывался. Плодо того, что садоводцы все. Вот. Уникальный человек. Уникальнейший. И редкий случай, когда действительно садоводцы. Я проверял качество прививки. Все. Честнее не бывает. Трудолюбивее не бывает. Вот такой человек. Обрезку делает. Я его даже пытался воспитывать. Но я привык командовать. Вот. Но если он еще сильнее обрезки, просто никто не купит. Правильно? Вот такие дела. Вот это один из тех самых. Так вот, то, что вы видели на фотографии и пробовали эти абрикосы, благодаря ему сам не знает. Вот я его пытал. Вот. Он у меня уже в саду есть. Но у меня деревья вороже намного. Вот. А получается у пианиста взрослее деревья. Вот. Моих. Потому что я еще только начинал как садовод. А он уже тогда на рынке торговал. Естественно, что его деревья по округе больше, чем моих несколько раз. Отдаю ему должное. Уникальный человек. Вот. Поэтому я написал. Один из акторов санавуарского феномена. И польза от него небольшая. Нет. Польза гигантская. Просто не осознается наукой. Про ценах не надо. Рынок заварен импортной дрянью. Отравленной, да? Вот. Что уже сейчас, если кто-то когда-то, я подвожу к этой мысли. Две роли вам предназначенные. Сейчас поймете. Предложение Железова. В каждом НИИ сельского хозяйства должен быть исследовательский отдел. Исследовательский по работе с уникальными садоводами-любителями. Одно это, правда, наоборот, это не предложение. Реализация этого предложения может сэкономить в стране миллиарды рублей. Всё, что сейчас делается там, хоть сейчас прекращай. Сорт А с сортом Б. Опять иммунные сорта в отчётах они будут. В жизни они изувечат эти же деревья, которые действительно могут. Ведь смотрим, одно сильнее поражается. То есть, фактически, не по отношению к этим. Это мой принцип. Не по отношению к грибам, которые якобы там этим. Парше и прочим этим манилиозам. А речь идёт о том, что они, если дерево больше сопротивляется этой же губительной обрезке, на нём меньше грибов. Об этом они не знают. Они смотрят, на этом меньше грибов. Но оно похуже, ну, скажем, по качеству плодов, по морозной кости. А на другом гриба вроде больше, но зато плоды вкуснее. А давай-ка мы сейчас займёмся иммунными сортами. Мы их скрестим. Обычно, когда скрестишь, какой прививка, надо семечко вырастить. А получается так. Сорт А скрестили с сортом Б. А семечко выросло сорт В. То есть, он не имеет никакого отношения к этим качествам, которые ему заранее спланировали. А вы-то, извини, вас этого учили планировать заранее качество? Ну, смотри в глаза. Ну, учили. Учили. А здесь всё на готовом. Но пока первый этап. Это один из моих советов. Потому что кем бы вы ни работали, где бы вы ни работали. Но я же металлургом работал. Но я же весь путь прошёл. Начиная от того сельхозвыставки. Вот такие мои глаза были больше, чем эти самые яблони, которые продавались. Серьёзно. Вот. И вычисли этот путь. А потом, а можно у вас адресок? А люди должны этим богатством быть. Ладно?